Еще этой весной автолюбители, проезжая по этой дороге, отзывались о ней крепким словцом. И вот совсем другое дело. Улицу Воронежскую от Московского шоссе до Старозагора отремонтировали большими картами свыше 100 погонных метров. Теперь проехать по новому асфальту одно удовольствие. Езжу часто по этой дороге. Конечно, раньше была невыносимая эта дорога. Сейчас, конечно, только радуешься, когда проезжаешь по ней. Эту дорогу отремонтировали по инициативе жителей. Люди обратились в общественный совет. И вот результат. Принимают тоже под контролем общественности. Качество проводимых работ оценивается на всех стадиях. Начиная от фрезерования и до укладки верхнего слоя. Требования муниципального контракта было предусмотрено устройство верхнего слоя, самое главное, толщиной 5 сантиметров. Есть протокол лабораторных испытаний. Толщина варьируется от 5,2 до 6,9 сантиметров. То есть минимально нужную толщину они здесь выдержали. Особое мнение высказывают представители общественности и депутаты райсоветов. Замечания есть, которые подрядчик может легко устранить. По их мнению, было бы лучше, если вместе с асфальтом переложили бы бордюрный камень. Но это уже комплексный ремонт. А в целом качество работ устраивает. Естественно, мы работаем с исполнителями. Это наша обязанность. Приглашаем их на комитеты к себе, работаем с ними на комитетах соответствующих. Это такая есть работа. Это наша обязанность как депутатов. На сегодня работы полностью завершены не только на этом участке, но еще на двух десятках улиц. Общественный контроль проводится на всех объектах. Всего в этом году всеми видами ремонта будет охвачены 73 дороги, часть из которых перейдет на 2017 год. Кроме того, будет выполнен ремонт внутри квартальных территорий на площади более 140 тысяч квадратных метров. Столь масштабных работ раньше в городе не проводилось. И контролировать качество стали более жестко. А народные представители обязательно высказывают свое мнение. Устраивают ли их обновленные улицы? Олег Зверев, Алексей Золотенков. События.